ребят всем привет ну как я и сказал в этой серии проведу вам небольшую экскурсию в том месте где мы живем вот это 18-этажное здание вот такой вот большой дом двора как такового нету здесь парковка и дорога парковка для вот этого здания для нашего и для соседнего давайте покажу чтоб что там внутри повсюду повсюду сидят сотрудники охраны вот ходят они обычно в таких черных костюмах с палками возможно отпугивают собак возможно еще что-нибудь ну вот сам наш подъезд побед по домофонному типу вот тут камера камера код вы звоните а вы звоните в номер квартиры обычно квартиры они на двери висят номера квартир висят на двери вот его просто нажимаете номер нажимаете на звонок но все как обычно как у нас в россии у нас нету ключа потому что мы перебрались сюда из во время локдауна мы приехали сюда и у нас нету вот этого электронного ключа чтобы открывать дверь поэтому мы вынуждены звонить звонить соседям и и они открывают нам дверь вот но вот такой вот подъезд интересный в таком в современном стиле кстати на первом этаже вот в этой квартире продаются овощи и фрукты но сегодня они закрыты вот связи с локдауном потому что магазины не работают и люди продают какие-то какие-то вещи продукты необходимой продукты первой необходимости продаются в квартирах сейчас я покажу что там во дворе творится это это уже сам двор тут можете наблюдать детскую площадку фонтанчики кстати на все территории вот такие вот гидранты случае пожара или случае чего вот если вам необходимо найти воду добраться до воды это будет сделать очень легко и просто вот ну поехали заедем к нам в гости покажу где мы живем и как выглядит наша квартира кстати лифт лифты неплохие живем на последнем этаже это 18 этаж у меня есть инстаграм где вы можете задавать свои вопросы все что вас интересует про индию про работу за границей вот отвечу подскажу пишите в инстаграм а мы почти приехали так ну вот он наш наш этаж у нас есть соседи и квартиры с левой стороны три квартиры правой стороны вот они номера номер нашей квартиры также здесь есть пожарный выход fire exit называется или если лифт ломается например вы можете прогуляться пешком вот моя наклеечка так ну давайте начну с того что мусор мы ставим на этаже приходит специальные ребята и забирают этот мусор то есть нам не нужно никуда там выходить спускаться носить этот мусор с собой сейчас я открою дверь вы посмотрите какие у нас апартаменты апартамент достаточно большие объемные вот но мебели у нас нету потому что мы переехали во время локдауна когда было все закрыто вот и мы не смогли даже ничего купить магазинах из мебели потому что они тоже были закрыты вот это гостевая комната она действительно большая и здесь мы обычно либо танцуем либо делаем какие-то утреннюю зарядку какие-то отжимания в общем вот так вот кстати в индии в индии в любых апартаментах есть вот такой вот вентилятор даже если не будет кондиционера будет очень жарко но в индии 40 градусов температура весной зимой летом еще больше и люди используют вот такие вот большие огромные вентиляторы включить его можно вот отсюда здесь также регулируется скорость вот я включил его и мне уже не жарко вот он создает много шума поехали дальше как бы это место новое вот мы его арендовали тут не было вообще ничего то есть никакой мебели вот пойдемте на кухню покажу вам что здесь холодильник это тоже джанхави привезла кстати я вам не рассказал с кем я живу живу я тут с девушкой вот мы живем вдвоем и ну наверно в следующей серии я расскажу вам что такое жизнь с индийской девушкой потому что я думаю вам будет это очень интересно вот до этого у меня был опыт совместной жизни с иностранками но сейчас мы живем уже на протяжении двух месяцев это наш третий месяц пошел вместе вот по поводу индийской кухни индусы не используют печку вот я был удивлен когда увидел у джанхави микроволновку вот но я не люблю микроволновку я люблю печку чтобы поставил и запек какое-нибудь мясо или овощи но индусы у них все намного проще они используют только газ вот это вот комбинация для индусов этого достаточно по поводу посуды как я и сказал своем инстаграме у индусов вся посуда из металла вот сделано это с целью того чтобы не распространять какие-то бактерии ну в общем типа стерилизация вот так вот может быть потому что это дешево и не бьется также вот что еще вам рассказать большинство продуктов на нашей кухне это продукты все-таки джанхави потому что я в этом не разбираюсь я не разбираюсь в масалах вот у нее тут большой 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 пакет разных специй сейчас вы увидите ребят знаете что такое масала масала это смесь приправ то есть вот в этой пачке около 10 смешанных приправ и например когда вы готовите какое-нибудь блюдо допустим это рис с овощами и курицы ну допустим вы добавляете туда эту приправу и добавляйте ее очень много и когда вы кушаете блюдо вы не чувствуете ничего кроме вот этих масал в общем это крэйзи я решил что я буду готовить для себя и все что я кушаю это по утрам я ем рова это манная каша в индии есть манная каша также ем овсяную кашу от от по-английски она переводится вот что еще тут есть у нас из продуктов давайте залезем к нам в холодильник молоко фрукты шрикандр шрикандр это молочный продукт типа творожной массы это дохи по типу йогурта обычный йогурт без сахара без соли вот яйца тоже в индии можно найти примерно такая же цена у них 5 рублей за штуку сыр сыра немного но вот так такой плавленый еще тоже плавлены кусочками маленькими вот два типа сыра у них ну овощи овощи дешевые можно найти тоже на базаре вот морковка лимоны все есть есть майонез покупной но можно делать тоже дома самостоятельно масло сливочное что у нас тут еще есть виноград ну в общем такое такое кстати есть хлеб вот такой вот тостовый квадратными кусками вот я его тоже делаю на сковородке а сыром в общем с продуктами нет проблем и мы питаемся иногда иногда мне тоже хочется острой еды но не всегда не всегда я могу есть так но с кухней разобрались вот так же вода у нас есть фильтра нету она его можно установить вот ставится он обычно сюда водоотвод кстати есть интересная такая ситуация что во всех полах ну вот где есть водоотвод под ними есть сток для воды то есть если вдруг какая-нибудь авария или затопит раковину водах может в любом случае уйти через другой выход также также и на балконе кстати балкону да то он маленький он маленький но также здесь есть выход вот для воды то есть воду получить можно из нескольких источников но в принципе принципе все давайте покажу вам видит отсюда какой вид интересный классно да офигенно также можно наблюдать также можно наблюдать как живут соседи на улице никого локдаун что поехали дальше что еще могу добавить да в принципе ничего по кухне добавить мне да я в принципе все рассказал если будут вопросы вы также задавать в комментарии вот а мы выключим наверное этот фен потому что он очень громкий и сейчас перейдем с вами в туалет в душевую вот так выглядит раковина раковина находится в общем доступе например если один сидит в туалете а другому нужно почистить зубы они никак не пересекаются это грамотно сделано мне нравится эта идея и дизайн классный вот вот эти но это как мозаика идет что этот керамогранит он был уже включен в постройку то есть квартиры сдавались сдавались продавались вместе с вот этой планировкой ну вот так вот все устроено вот опять выход воды сейчас покажу вам туалет туалет маленький вот но его хватает также выход на воду можно полы мыть и без без всяких без швабры можно полы мыть и окно такое прикольное которое кстати вы нигде не увидите кроме и или чисто заслонка такая со стеклянными вставками первый раз так вы увидел в индии был в шоке вот что еще рассказать в принципе это весь туалет кстати в индии не пользуются туалетной бумагой потому что есть такая штука и можно мыть все тут одновременно например ты накосячил и тебе не нужно брать ведро швабру мыло ты можешь это сделать на месте такая же тема есть в южной корее ванну ванна у нас находится по соседству что там у нас в ванне происходит но ванна это не назовешь это душ ванна здесь как таковой нету но все элементарно бойлер 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 как называется обогреватель короче обогреватель воды но мы им не пользуемся потому что вода и так горячая вся вода градусов наверно так 30 и когда ты днем моешься это но это вообще нереально обычно я моюсь по утрам или ночи когда вода холодная вот стиральной машинки у нас тоже нету джан хави стирает нам вещи кстати сейчас еще и живет ее брат с нами вот поэтому джан хави переживает за всех и стирает нам всем одежду обычно типичный душ вот индийский но я был в гостях у кого-то из ребят в индии у них не было у них не было душа они они мыли с помощью вот этой вот этого ведра вот этой штуки но наполнителя воды ты на филиппинах я так мылся я уже не помню но в общем этот дичь это не очень удобно так ну что мы переезжаем а вот счетчик кстати счетчик есть в квартире вот не обязательно куда-то там выходить за пределы квартиры все и здесь поэтому интересная такая планировка и кстати вот здесь на кухне обратите внимание два стола стоят я когда первый раз сюда пришел я вообще ничего не понял как-то так кухню такого как бы интерьера как реально как в общежитии но сейчас я уже привык вот пойдемте покажу нашу комнату где мы спим где мы тусуемся о в общем мы вот здесь живем в этой комнате здесь уже есть абсолютно все и кондиционер тот же фен и брат джан хави который спит дизайн офигенный мне нравится дизайн под дерево и вот уткала иди и дверь такая же мебель мы не успели перевести взяли только самое необходимое взяли два матраса вот они сейчас на балконе дома матраса подушки постельное белье ну в общем все самое необходимое посуду там какую-то она собрала привезла сюда вот и сейчас мы уже так живем на протяжении двух месяцев у нас нету ни дивана не кровати вот ну и в принципе и так неплохо живется вот здесь мы сушим одежду прям на балкончике вот иногда она улетает куда-нибудь несмотря на это все все здорово вот ребят ну и ведь также отсюда замечательный ну вот я все и рассказал показал вам где мы живем вот если у вас будут какие-то вопросы обращайтесь вот а в следующей серии я расскажу как мы познакомились с джан хави это было перед перед локдауном вот нам повезло что так звезды совпали вот а у меня все если вам понравилось это видео ставьте ему лайк вот все увидимся завтра это видео пока 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 пока